Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Слушай, ну мы сегодня говорили о том, когда делали анонс, что говорить мы будем в числе прочего о решениях и последствиях Олимпиады, все эти допинговые дела. Предлагаю начать с этого, поскольку эта тема красной нитью проходит уже сколько уже, по-моему, год уже с лишним. Ну вот 5 декабря все должно разрешиться, 5 декабря будет вынесено окончательное решение. Многое, правда, говорит за то, что Россия будет в итоге отстранена. Но при этом я слышал от ряда источников о том, что даже если всех там лыжников, биатлонистов и тому подобных представителей именно индивидуальных видов спорта отстранят, то хоккейный сбор на России все равно может отправиться на Олимпиаду. Как это ни странно, как это ни забавно. И даже такие люди, как вице-президент ИХФ Калерва Куммала, он также является там, по-моему, ну у него высокая должность Финской Федерации Хоккея, он выразил поддержку сборной России и ожидается, что некоторые другие федерации тоже это сделают. То есть они таким образом пытаются повлиять и на МОК, и на ИХФ. Ну и, собственно, хоккеисты вообще не при делах с этими допингами и вещами совсем. Во-первых, потому что хоккей — это анаэробный вид спорта, то есть он не требует такой подготовки, как любой из циклических, как у лыжников, например, где там сплошь астматики, и это совсем не случайно. Особенно в Норвегии, как можно. Особенно в Норвегии, там сплошь и рядом. То есть в хоккее смена 40 секунд. Ты отбегал ее, сел на скамейку, и ты там словно 2,5-3 минуты отдыхаешь. Совсем другая подготовка нужна, выносливость нужна краткосрочная. Для этого какие-то астероиды или анаболики плохо подходят. Может быть, в несоревновательный период поднабрать массы, но учитывая то, что все хотят карьеру максимально длинную, а астероиды и анаболики, они очень сказываются на твоем иммунитете, на том, как работает твое сердце. Естественно, все от этого отказываются и принимают что-нибудь типа псевдоэфедрина максимум, но это совершенно разрешенный препарат. И поскольку допинговых дел на международном уровне со сборной России уже не было очень-очень давно, внутренние какие-то в КХЛ бывают, недавно Зарипова дисквалифицировали, но это была ошибка, и недавно как раз в арбитражном суде Лазаньи это было доказано. В итоге Зарипов сократили дисквалификацию с двух лет до шести месяцев. Что было удивительно на фоне всей конъюнктуры, которая сейчас существует, на фоне борьбы с допингом, на фоне борьбы с Россией допинговой, так скажем. И именно поэтому сборная России по хоккей может быть допущена. Мужская именно, потому что женскую, скорее всего, не допустят, и еще и отнимут пятое место, которое заняли в Сочи. Это в хоккейной женской сборной? Да, да, да. А что с ней? Там аж семь человек подозревается в применении допинга во время Минолимпиады в Сочи, как правило, нужно больше двух, чтобы результат отменили, да? Ну а тут, поскольку слишком уже много, то могут вообще дисквалифицировать в сборную. Слушай, ну а есть же регламент и правила, хотя в данном случае слово правило как-то уже под сомнением, потому что правила у них свои, как выяснилось. Ну, ладно же. Может быть такое, что сборная отстранения, а именно хоккейная сборная, она поедет, и все на общих основаниях. Именно об этом я и слышал от нескольких источников в последние два дня. А это будет получаться как? То есть сборная, если мы поедем в сборную, допустим, она будет выходить без флагов, без гимна? Не-не-не, наша сборная не едет без флага и без гимна. Это уже решено? Это уже на 100% решено, в ФХР принято такое соответствующее решение. Ну, по-моему, и Путин об этом даже говорил недавно. Путин, ну, после того, как Путин сказал об этом, это, по-моему, произошло 19 октября, если не, может быть, память. Ну, не тогда это все было, да. Может быть, плюс-минус 2-3 дня, да. Сразу же последовала реакция от ФХР и от руководства КХЛ, что без флага и гимна выступать в сборной России там точно не будет. Давайте прервем сейчас, друзья. У нас гостя корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Игорь Еронко. Мы скоро продолжим. Мы взрослые люди, которые продолжают обсуждать спорт. И в гостях у нас корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Игорь Еронко. Я хочу напомнить, что все слушатели и зрители могут присоединиться к нашему разговору, задавать вопросы 8909-928-189-9. А это вот WhatsApp и Viber, да, я проговариваю. Да, и группа ВКонтакте еще у нас есть, там тоже постик. В самом верху висит постик, к которому можно прикреплять свои вопросы. Игорь Еронко, давай продолжим олимпийскую тему, даже не столько предолимпийскую, да, потому что в февраля какого числа открытие? В середине, по-моему, да, где-то? В 8-го, что ли? Да, в начале февраля. Ну, собственно, до нее остается... У меня столько событий до нее еще будет, что ли? Я понимаю. Два месяца с копеечками. Тем не менее, 5 декабря, значит, у нас вот этот вот Деникс, да, когда будет вынесено решение по нашей олимпийской сборной. Я вот о чем хотел спросить. Для тех, кто может быть... Ну, такие люди тоже наверняка есть, хотя об этом говорят вообще со всех сторон последние несколько месяцев, да, но вдруг кто-то не в теме вообще. Насколько... Я, конечно, понимаю, что мы болеем за наших и переживаем за наших, хотим, чтобы было все с флагами, с гимном и так далее и прочее. Но насколько вот эта история вообще... Где там доля справедливости? Вот от 100%? Сколько процентов все-таки есть? Ну, так в процентах... Ну, это такой скользкий вопрос, конечно, я понимаю. Не посчитаешь. Проблема в том, что у ВАДа, в принципе, существует презумпция виновности. То есть ты должен доказывать, что ты не дурак, а не наоборот. Это необычный суд, где существует, в первую очередь, презумпция невиновности, и суд еще должен доказать, что ты виноват, если ты вообще виноват. А тут, ну, вот действительно так получается, что есть этот доклад Макларена, который основан на показаниях Арченкова. Явно немного сумасшедшего дядьки. Немного, ты считаешь? Сколько вы слышите, говорят, много. Я лично не общался, поэтому мне трудно судить, не пересекаясь я с теми видами спорта, в которых он орудовал раньше. Ну и, конечно, основывать обвинения на том, что где-то есть какие-то царапины, а потом говорить, что если царапин нет, то это не проблема, потому что пробирки можно вскрыть и без царапин. Ну, это как-то очень смешно. Хотя я вполне допускаю, что какая-то система действительно существовала. Слушай, а можешь обрисовать еще ситуацию, потому что мы буквально вчера говорили тоже со знакомыми, которые, ну, как бы рядом со спортом, но они не понимают до конца, вот я тоже до конца не понимаю, технологии вот всего вот этого происходящего. Смотри, Сочи. Все это было несколько лет назад, да? Четыре года назад практически, да? Ведь они же проходили допинг-контроль, и все у них было хорошо и замечательно. Почему сейчас, спустя четыре года, задним числом выясняется, что тогда пробирки были... Как вообще? Откуда это взялось-то? Ну, поскольку господин Рыченков перебрался в Северную Америку и согласился давать показания по этим делам, поскольку хотел остаться в Америке. Ну, я, честно, тоже не вникал. Не-не-не, с ним понятно, я говорил о другом. Почему они решили так? На основании показаний. На основании показаний, потому что он сказал, что действительно существовала такая система, которая позволяла спортсменам оставаться чистыми, а на поверку они могли быть грязными. Поскольку был какой-то доступ к этой лаборатории, к пробам уже взятым, и можно было менять результаты после уже проверок и до того, как они поступали как бы в лабораторию на проверку уже офицерами ВАДа. Ну, вот на этом как бы и основано обвинение. Насколько оно справедливо? Ну, очень трудно говорить. Тем более, я как человек хоккейный, а у нас с допингом все очень просто. Его нет и все. Потому что не нужно. Потому что игровое мышление все-таки в хоккее главенствует. Твоя физика, она важна, но не так сильно. То есть, ты можешь замечательно бегать, но если у тебя нет головы на плечах и нету мягких рук, нету развитой координации, а координацию ни один допинг не поможет развить, то ты никто, ты просто деревяшкой бегаешь. Ну, друзья, кстати, о хоккее мы продолжим говорить совсем скоро. У нас в студии корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Игорь Ероненко и программа «Стране о спорте» продолжается здесь, на телерадиоканале «Страна.ФМ». После небольшого перерыва вновь мы здесь. Ну, про любовь, конечно, мы любим поговорить, но сейчас речь не об этом, сейчас речь о спорте, серьезной дисциплине, о хоккее, да, говорим мы сегодня. И у нас в гостях, ты так меня посмотрел из разряда, помни ли я, о чем мы говорим? Я помню. Я о хоккее тоже хотел добавить. Сегодня у нас в студии корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Игорь Ероненко. Еще раз привет. Ну и, собственно говоря, хочу обратиться к слушателям и зрителям. Что же вы молчите? Давайте активно участвуйте, задавайте свои вопросы. Неужели вас ничего, так сказать, не будоражит по заданной теме? Даже меня будоражит, хотя я в хоккее разбираюсь постольку поскольку. Итак, WhatsApp, Viber 8909-928-189-9, а также vk.com, слэфстрана.ФМ. Это наша группа ВКонтакте. Пишите прямо сейчас. Игорь, слушай, я предлагаю все-таки добить уже окончательно в хорошем смысле этих слов. Меня? Нет, Валерий, олимпийскую тему. Хотел спросить у тебя лично, как у болельщика, как у профессионалов, журналистов, как ты сам считаешь, стоит ли нам ехать, если все-таки нас, как сказать-то правильно, все плохие слова мне лезут как-то. Ну, без флага. Если да, без флага, без гимна, без всего. Потому что есть, сейчас добавлю, просто есть много людей, которые говорят, ну и что, и поедем без флага, без гимна, потому что и так все будут знать, что это наша российская сборная, это наши российские спортсмены. Благо там известных имен хватает, да, и так понятно, откуда этот человек. Ну, допустим, мне будет обидно, если сборная России никуда не поедет, именно хоккейная, потому что они долго к этому готовились. Мы искорежили весь чемпионат КХЛ ради того, чтобы достойно подготовиться именно к Олимпиаде. Сохранили нескольких игроков в КХЛ, которые могли уехать за океан и давно бы выступали там, если не эта Олимпиада. Там много всего было сделано именно под Олимпиаду, с прицелом под нее. А не ехать, ну это плохое, наверное, решение. В то же время мы же выигрывали Альбервиль объединенной командой этот 92-й год. Просто тогда ОКР еще не существовало, в принципе, поэтому мы не могли просто сборной России выступать. В 94-м году, по-моему, только в марте появился ОКР, Олимпиада проводилась в феврале, поэтому была объединенная команда, но никто не считает это золотом объединенной командой, потому что это была сборная России самая настоящая. И я говорю, мне будет обидно, если мы не поедем, но, конечно, хотелось бы, чтобы был свой флаг. — Слушайте, но у нас же сильная команда, мы же зрелищно выступаем, на кого они вообще будут любоваться? — У нас не сильная команда, у нас самая лучшая команда в мире вообще. — Ну вот я и говорю, ну что они там будут смотреть без нас? — Ну, без НХЛ сборная России главный фаворит, безусловный причем фаворит. И тут недавно КХЛ начала шантажировать МОК таким образом, что если сборная России по хоккею не будет под своим флагом допущена к Олимпиаде, то КХЛ готова запретить своим игрокам участвовать в Олимпиаде. И это стало бы натуральным кошмаром для ИХФ, для Международной Федерации Хоккея, потому что в КХЛ выступает порядка 120 человек из составов команд, которые будут там, в Пехенчхане. То есть у канадцев это будет человек 17, у шведов человек 15, у финнов примерно столько же, у чехов чуть-чуть поменьше. Около 10 американцев, ну и там остальные по мелочи. То есть вот Норвежец тоже сейчас один приехал в СКА, он тоже туда собирается. И, ну, я не знаю, насколько этот шантаж сработает, не сработает. Я знаю, что ИХФ упорно работает над тем, чтобы сборную России по хоккее допустили. А кто там еще будет, ну, это, вероятно, только фигуристы. Судя по последнему информации, потому что каждый день мы получаем средние о том, что кого-то лишили медали, кого-то лишили медали. Ну, в любом случае, еще раз напомню, значит, 5 декабря все точно станет известно уже, абсолютно по всем вопросам, да? Да, ну, как говорил Всеволод Кукушкин недавно, это человек, который входит в Совет ИХФ, большой друг Фазель. А Фазель – это президент ИХФ, и он входит также в МОК, он один член Совета МОК. Вот, что на 90% решение принято. Слушай, давайте будем надеяться, что наша хоккейная сборная, все будет хорошо и нормально. Ну, давайте. Ну, вот что нам остается, конечно, мы же сильные люди. Друзья, у нас в гостях корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Игорь Еронко. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Стране о спорте. Лайф. Друзья, «Стране о спорте» продолжается на телерадиоканале «Страна.ФМ». Корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Игорь Еронко у нас в гостях. Игорь, еще раз доброе утро, спасибо, что пришел. Мы продолжаем говорить об Олимпиаде уже все, наверное, хватит уже. Ну, на самом деле, у нас тут есть, так сказать, отклик аудитории, зачитая, с вашего позволения. Сначала переживала и возмущалась после новостей о допинге, а сейчас уже смешно это все. Обидно за спортсменов, которые жизнь посвятили спорту, и сейчас с ними вот так, написала Светлана. Светлана, крик души, Света, я думаю, что мы все ваш крик души разделяем. Особенно если учесть то, что для каждого спортсмена Олимпиада – это все-таки отдельная история, да, и многие всю жизнь к ней идут. И вот тут раз ты и не поехал. Тут, кстати, смешная история. Дисквалифицированы все эти спортсмены исключительно международным олимпийским комитетом. Никто не запрещает участвовать в чемпионатах мира, чемпионатах Европы и тому подобных соревнованиях. Пока что. Ну, о чем речь? Главное событие в твоей жизни, и вот везде ты можешь, а здесь нет. Слушайте, еще есть у меня вопрос интересный от Евгения. Привет, страна ФМ. Как считаете, Салават Юлаев возьмет Кубок Гагарина в этом году? Игорь, ну это конкретно тебе вопрос. Ну, хороший вопрос, но ответ на него достаточно однозначен. Если там, конечно, что-то невероятное не случится, то Кубок Гагарина в этом году, Салават Юлаеву, точно не светит. Может быть, в следующем, может быть, через два. Ну, учитывая, какие у него соперники, учитывая, что есть Акбарс, учитывая, что есть СКА и ССКА, которые просто разрывают всех подряд. Там СКА вчера 9-1 обыграл Борис, а Борис — это лидер Восточной конференции, а ЦСКА выиграл там 10 из 11 последних матчей. Ну, с ними бороться будет трудно, учитывая, что там есть некоторые перипетии в последнее время случались в Салавате. Там вчера болельщики пытались прорваться к автобусу у команды, чтобы вызвать на жесткий разговор как раз Юлаевцев. Дело было в Нижнекамске. Какой кошмар! А ты думал, о спорте все как гладко? Нет, Валерия, там тоже бывают интересные моменты. Нет, а нам вот иногда конфеты присылают, нас никто на жесткий разговор просто никогда не взял. Мы с тобой и в хоккей не играем, знаешь. Он просто Салават Юлаев проиграл 8 из последних 10 матчей, при том, что у команды очень солидный бюджет, она входит в семерку самых богатых команд лиги, да, и должна, по идее, на что-то претендовать, но вот не получается, проигрывает матч за матчем. Часто на фоне такого бездвольного выступления, как недавно с Акбарсом, был зеленое дерби. Главное, ну, как говорят в Казани и в Уфе, главное дерби страны. Башкиры против татар, там две команды выступающие в зеленой форме. И всегда это эмоционально, это всегда ярко, это всегда круто, здорово смотрят это болельщики из Санкт-Петербурга, из Москвы, откуда угодно, по всей стране. И вот недавнее такое дерби закончилось победой Акбарса со счетом 5-0. То есть совершенно нетипичный счет для таких принципиальных противостояний. И после этой встречи случилось такое неординарное событие для нашего хоккея, не только для нашего, для общем мирового. Защитник Салавата в разговоре с болельщиками раскритиковал там и легионер в клубе, и генерального менеджера, и главного тренера. Ну, это Арзамасов, ты имеешь в виду? Да, Захара Арзамасов. И в это время болельщики его снимали. Естественно, видео попало в сеть, естественно, об этом все узнали. Был большой скандал, я разговаривал с ген-менеджером, и знаю, что Захар был, ну, немножко в шоке, что оказывается у каждого первого человека в мире есть камера. Действительно странно, да. Это очень смешно, потому что, ну, ты публичный человек, ты должен понимать, что тебя могут в любой момент заснять. Слушай, а я не видел этого роли, там прям жесть была какая-то, прям он хорошо прошелся. Ну, хорошо прошелся, конечно, без обценной лексики, но вполне там назвал, допустим, ген-менеджера хитрым, и выразил надежду, что его снимут. А в сети все это есть сейчас? Да, 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 все это можно. Валерий, у нас есть шанс после эфира заценить новое видео. Чем хорошего вы в сети заценили. Друзья, мы продолжим наш разговор, у нас в гостях корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Игорь Еронко, и впереди у нас, кстати, разговор еще о Кучерове, об Овечкине, ну и других интересных вещах. Будьте здесь. Слушайте, ну многие поклонники слова Твилаева плачут, потому что действительно не понимают, отчего они так плохо играют. Получается, что если они проиграли 8 из 10 встреч, что на них накатило в этом году? Ну тут в первую очередь нужно говорить о психологическом климате в команде, с которым явно что-то не так, поскольку именно россияне выступают в последнее время совсем не здорово. Вот и в последнем матче обе шайбы на счету легионеров, Кемпанина и Умарка, а россияне опять никак не отличились. И вот как раз Арзамасов обвинял тренера в том, что он слишком мягкий. Не всегда смешно это слышать, но Вестерланд человек, который приехал из Европы, да? Один из самых именитых тренеров мира, один из самых умных тренеров мира. И мне кажется, не самый нежный, так мягко говоря. Ну он был в свое время таким, придерживался такого авторитарного стиля, но лет 12 назад он сменил этот стиль, пришел к тому, что игроки должны сами за себя отвечать. Мудрое руководство. Ну все-таки для Европы это вполне нормальный уклад, просто у нас люди почему-то не понимают, что если они получают огромные контракты, и их следующие контракты зависят от того, как они выступают прямо сейчас, то они должны сами впахивать и делать все на льду. А они как в детском садить. Все на льду, что от них только зависит. Почему-то на них нужно кричать. Зачем? Это действительно не детский сад же. То есть получается, Арзамастов-то и не очень прав здесь был. Ну конечно не прав. Мягко говоря. Человек в том матче наошибался, он привез четвертый гол Акбарса, он сыграл откровенно плохо и при этом еще раскритиковал легионеров, которые весь сезон тащат команду. Четыре лучших бомбардирова, целовато, это именно легионеры иностранцы. И первый вратарь тоже иностранец. Вот пять человек, они на себе эту команду и тащат, а русские почему-то не могут, почему-то им нужно, чтобы на них орали. Ну вот я подумала, что теперь эти мечты Арзамастова сбылись наверняка после этого видео. Так по нему прошли, что он прямо сказал, ух, хорошо, давайте еще. Слушайте, а ему грозит чем-нибудь санкции какие-то? Ну я разговаривал с генеральным менеджером, он мне сказал, что ничего страшного не произошло, посмеиваясь вообще на самом деле. Ну мы с ним посмеялись на эту ситуацию, он сказал, что я постоянно говорю игрокам, вы должны понимать, вы публичные люди и в десять раз подумайте, прежде чем что-то говорить, тем более, где вас могут заснять там на камеру. А заснять вас могут везде, в любое время абсолютно? Ну не подумал, ну конечно там может быть такое, что его в итоге обменяют. Там есть, говорят, есть некая группировка внутри команды из шести человек, в которую входит и Арзамасов, которые недовольны тихучим положением дела, в том числе этим тренером-финном. И они бы, конечно, хотели его снять, но я в данном случае на стороне ген-менеджера, безусловно. Он пригласил этого именитого тренера, он хочет дать ему все возможности для того, чтобы тот побеждал. Если мешают ему игроки, то правильнее было бы избавиться от игроков. Другое дело, что у нас в КХЛ очень большой дефицит именно квалифицированных кадров, поэтому поменять игроков довольно сложно. Слушай, отсюда логично вытекает следующий вопрос, если вдруг его убирают, ну, к примеру, так произойдет. Команда потеряет вообще? А если потеряет, то много? Насколько он ключевой игрок вообще? Арзамасов? Ну нет, не сильно много потеряет. То есть он играет достаточно много, он стабильно входит в топ-4 защитников, ну, в четверку лучших. Но его можно заменить, особенно учитывая то, как он играет в этом сезоне, он вполне заменяемый игрок. Там даже, может быть, кого-то из фарма позвать, из фарм-клуба, в смысле, с клуба рангом ниже, где воспитываются таланты. И постепенно менять эту молодежь они вполне могли бы подменить. Ты ж не знаю, может быть, специально кто-то ему сказал там, слушай, иди там, болельщики. Я тебя научу, да. Да-да-да, иди поговори, там скажи, скажи, что никто. Ну а что, мир спорта полный трик. Взял на имя человек и поверил. Друзья, у нас гостя, корреспондент издательского дома «Спорт-экспресс» Игорь Еронко. Программа «Стране о спорте» здесь, на телерадиоканале «Страна ФМ» продолжится буквально через несколько минут. Поставайтесь с нами. А еще людям очень нравится играть в хоккей. Говорите хоккей. Особенно нравится делать это в эфире телерадиоканал «Страна ФМ». Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова и наш гость. Сегодня корреспондент издательского дома «Спорт-экспресс» Игорь Еронко. И вот на таких интересных вещах мы останавливались, да? Всех поругали. Нас там в момент похвалить. Игорь, хотели поговорить о ледовых подвигах Кучерова и Овечкина. Там уже прям есть о чем рассказать. Ну, конечно, но оба красавцы. Овечкин первый в списке лучших снайперов лиги, Кучеров второй. И давненько не бывало такого, чтобы первые две строчки занимали русские хоккеисты. Именно в списке лучших снайперов. Может быть, на определенном этапе, где-нибудь там в самом начале сезона, бывало, да, я помню, что Тарасенко с кем-то делили, по-моему, с тем же Овечкиным. Но тут видно, какой темп взяли ребята, как они здорово играют. И что готово выдержать вот этот самый темп и забивать так дальше. И я не сомневаюсь, что и один, и второй, где-нибудь в четверке, в пятерке лучших точно будут. А то и займут те же самые первое и второе место. Но темп сумасшедший совершенно, потому что Овечкин настрелял уже 18 шайб в 25 матчах. Если так пойдет и дальше, то он может и 60 выбить. 60 он не выбивал уже... Уже 8 лет. 8 или даже 9 лет. А потолок там какой-то, не помнишь, рекорд у кого-то есть же наверняка? Есть 92 шайбы, но это нереально. Нереально, да? Это 80-е годы было. Тогда хоккей был другим, тогда забрасывали почти по 9 шайб за игру. Эх. По нынешним временам баскетбольный счет практически. То есть сейчас забрасывают по 6. Ну, в полтора раза больше результативность тогда была. Плюс это был Эдмонтон, который выиграл там 4 кубка стены подряд. Династия, где у Грецки были крутые партнеры, команды были слабые вокруг. Ну, не все, но многие. То есть Эдмонтон просто разрывался. У них там счета в духе 10-2 были нормальными. И где у Уэйна было там по хитрику, по покеру, по 5 голов забивал там и так далее. А сейчас это просто нереально. Сейчас намного лучше подготовлены все. Сейчас все катаются. Не знаю, в разы лучше, чем тогда. Тогда были люди, которые катались на уровне, ну, не знаю, ну, чуть лучше, чем я. Но при этом там умели махать кулаками. Слушай, я, кстати, помню, история была совсем маленькая. Это было очень давно. Мы играли с американцами. По-моему, чемпионат мира был, ну, могу попутать, 12-1 или 12-0 был счет. Была такая одна игра. Ну, тогда, если это какие-то в 80-е годы. Это очень давно было. Ну, тогда там наверняка были студенты из NCAA, поскольку NHL туда не отпускало. Отпускало какое-то алимитированное количество игроков. Ну, я к тому, что действительно такой счет, он был реальный. Это было возможно тогда еще. Да, да, да. Ну, в 80-е вообще вот такие счета в NHL встречались повсеместно. Слушай, Игорь, ну, по поводу вот Александра Овечкина. Конечно же, это гений хоккейный абсолют. То есть вопросов нет никаких. Но многие все-таки все равно говорят и замечают следующее. Так как играет Александр в NHL, здесь он, конечно, тоже бомба в составе сборной. Но бомба чуть-чуть другая. Ты понимаешь, о чем я говорю? Почему он играет вот так по-разному всегда? Я бы даже сказал, что в сборной он совсем не бомба. Его последний хороший турнир... Ну, статус не позволяет говорить по-другому все. Его последний хороший турнир был очень давно. Но смысл в том, что в NHL его изменили, его заточили под определенные функции. У него замечательно получается бросать. Вот мы сказали, бросай, и больше ничего лишнего не надо делать. Естественно, он в это уперся. Это началось там... Когда он только приехал в NHL, он был очень разнообразным игроком. Он умел забить и отдать. Умел забить по-разному. Я специально тут изучал на днях его первый сезон. Как он забивал. Сколько было там проходов. Сколько было обыгрышей. Сколько было нестандартных действий с его стороны. Все это исчезло с годами. Из его игры остался только бросок. Бросок, которым он неизменно прошивает любых вратарей. Ему без разницы, кто там есть. Он найдет щелочку, воткнет прямо в девятку. Собьет паука в этой девятке. Но в последние годы, понимая, что физика пойдет... Уже пошла на спад. Ему уже 32 года. Физика идет на спад ближе к 30. Но все равно он красавец, причем с большой волкой. Нет, красавец, да. Игорь, нам надо заканчивать, к сожалению. У нас буквально 15 секунд. Но надо сказать, что овечкин меняется и меняется в лучшую сторону. Я напомню, что в гостях у нас был корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Игорь Еронко. Огромное спасибо за то, что ты к нам пришел. Так интересно нам во всем расскажешь. Да, Игорь, большое спасибо. Приходи, будем ждать. Спасибо вам. Спасибо, пока. Счастливо. Счастливо всем. Стране о спорте. Лайф.